МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Точнее, вопрос. Первыми на абразуру бросились работники здравоохранения команда «Колпак Гиппократа». Итак, этот весьма известный человек как-то сказал, сначала я искал и не мог найти автомобиль своей мечты, поэтому я решил построить его сам. Внимание, вопрос. Назовите две известные марки автомобилей, названных именем и фамилией его создателя, авторов указанных слов. Минуту на размышления, за которую нужно успеть хорошенько подумать и прийти к верному решению, перебрать все марки автомобилей и вспомнить имена их создателей. Ведущий уже торопит, и команда предлагает свой вариант ответа, но он оказывается ошибочным. А теперь, внимание, правильный ответ. Этого человека звали Ферри Порше. И, соответственно, машины Феррари и Порше. Один-доль в пользу клуба. Темы игры разбиты по странам, вопросы самого разного направления. Также испытывать на прочность знатоков могут и команды, которым не удалось выйти в финал. Архитектура, история, известные личности, религиозные праздники. В этой игре нужно быть готовым ко всему. Назовите семибуквенным словом причину того, что сезоны сирийских сериалов обычно состоят из 37. Время пошло. Медики были близки к правильному решению. Их ответ был «религия». Но это семибуквенное слово слишком расплывчато. Загадка требовала более точного ответа. И им был «рамадан». В месяц «рамадан» все сидят дома, проводят дни в кругу семьи и смотрят телевизор. Поэтому новые сезоны сериала стараются выпускать именно к «рамадану». И серии всего 30. Команда «Колпак Гиппократа» вышла из-за игрового стола, потерпев поражение. Следующими сразиться за хрустальную сову в интеллектуальном поединке проследовали участники команды Ямальской школы-интерната. В сказке Иоанна Хмелевской звери мстят людям, которые приезжают к озеру и делают это. В необычном заведении в Соединенных Штатах слоны тоже делают это. Внимание, вопрос. Какие два слова, начинающиеся на одну и ту же букву, мы заменили словами, делают это? Время пошло. Людям мыть машины нельзя. А слова можно. Ваш ответ. Моют машины. Ответ принят. Теперь, внимание, правильный ответ. Моют машины. Совершенно верно. Команда педагогов шла к победе уверенно и спокойно. Правда, был у учителей один переломный момент, когда счет сравнялся, но знатоки быстро выправили свое положение. В итоге 6-3 в пользу знатоков. Сможет ли следующая команда, могучая кучка, составить конкуренцию педагогам и вырвать у них победу? На первых заданиях команда слаженно давала правильные ответы, но организаторы все же смогли застать игроков врасплох вопросом о Вьетнаме. Чтобы увеличить полезную площадь помещения, оно вытягивается вглубь и вверх. Порой очень выматывало, когда в отелях приходилось подниматься с рюкзаками на 5-6 этаж по узким закрученным лестницам. Внимание, вопрос. С чем это связано? Время пошло. Команда ответила, дома с узкими фасадами строят из-за малого количества земель. Однако этот ответ был неверен. Все оказалось проще. Во Вьетнаме введен налог на фасад. Счет 6-4 в пользу организаторов. Упорным мозговым штурмом и недюжиной эрудицией в этом сезоне игры «Хрустальную сову» забрали участники команды Ямальской школы-интерната. Мы очень рады, что снова к нам вернулась наша любимая аптечка, которая снова прилетела в родные пенаты. Вопросы были некоторые сложные, но вопросы были интересные, нам понравилось. Мы получили удовольствие от самого процесса игры. Знатоки «Могучей кучки», занявшие второе почетное место, не расстроились. Напротив, своим результатом довольны. Да и такая игра не ради победы. Здесь занимателен сам процесс. Дойти до финала было не так просто, но команде это удалось. В прошлом году у нас было то четвертое, то пятое место, то четвертое, то пятое, вообще там, по-моему, максимум третье. А тут мы уверенно держались то первое, то второе, там, по-моему, весь год. И вот, да, мы попали в финал, чему очень рады. Читали книги, энциклопедии, исторические справочники, читали все, смотрели карты, политические всякие. Вот сегодня в финале вопросы были сложные? Очень сложные. Нам, кстати, повезло, мне кажется, команде «Колпак Гиппократа» не повезло с вопросами. Там просто были какие-то очень сложные вопросы, что не догадаться, не додуматься, вообще на правильную версию не выйти. А у нас вполне повезло с вопросами, поэтому у нас неплохой результат. Это адреналин, это, наоборот, стремление читать больше, больше узнавать. В завершении сезона интеллектуальной игры организаторы отметили, уровень всех команд-участников заметно вырос. И это было видно не только в финале, но и в отборочных этапах. Отсюда и особое внимание, подготовке вопросов. Организаторы шерстят не только интернет, но и различные энциклопедические справочники, чтобы удивить на таков. Мы надеемся, что на следующий год у нас будет еще больше команд, потому что у нас пятилетие, пять лет уже обновленной игре «Что, где, когда» в Ярселе. И я думаю, что мы сломаем свои головы, но придумаем что-нибудь очень интересное. Следующий сезон игры начнется в феврале 2018 года. Заявки формируются по старой схеме. Число участников в команде не должно превышать шести человек. Кто знает, может быть, именно ваша команда в следующем году заберет заветную хрустальную сову. Дарья Зимина, Марсель Галиев, Ямальское телевидение, Ярсель.